С помощью секретных кодов Капоне и его люди отправляют десятки тысяч посланий каждый год. Кодой гангстеров смогла взломать всего одна женщина. Если бы у нас не было этих зашифрованных сообщений, мы бы никогда не раскрыли это дело. Её работа поможет осудить Аль Капоне. Она выдернула чеку на войне против разгула преступности в Америке и спасла многие жизни. Я сейчас разговариваю с вами, потому что она спасла этот корабль и даже остановила вторжение нацистов в Америку. Поступили сведения о том, что Германия планирует прямую воздушную атаку на Панамский канал. Её работа — слушать шпионов. Эти коды изменили наш мир. Странные знаки. Случайные буквы и цифры. Слова, не имеющие смысла. Но их расшифровка способна раскрыть военные секреты, помогает изучать древние цивилизации и обнаруживать врагов среди нас. Мы расскажем, как они были расшифрованы, какие гениальные умы смогли это сделать и какие тайны были открыты. Взлом кодов 17 января 1920 года. После длительных протестов со стороны религиозных и политических групп алкоголь угрожает спокойствию в мире, потому что он одурманивает народ. В Америке введён сухой закон. Национальный закон о запрете на продажу алкоголя открывает эру трезвости в США. Производство алкоголя по всей Америке остановлено. В пивных барах, ресторанах, везде, где раньше можно было выпить, теперь нельзя. Распространять или продавать алкоголь теперь незаконно, но пить не запрещено. Там, где что-то востребовано и под запретом, криминал сейчас же возьмёт это под контроль. Некоторые очень опасные люди набивали деньгами свои карманы. Чтобы утолить жажду Америки, уличные бандиты группируются в чётко организованные криминальные банды. Многие из этих банд стали очень влиятельными, именно потому, что люди по-прежнему хотели выпить. Их возглавляют гангстеры с яркими именами Счастливчик Лучана, Бакс Моран и пулемёт Келли. Но самый опасный гангстер из всех безусловно, Аль Капоне. Аль Капоне построит криминальную империю в стране. Десятки тысяч нелегальных питейных заведений и немыслимые прибыли от них. Он зарабатывает 100 миллионов в год. По современным меркам, это миллиард в год. Как и все криминальные империи, империя Капоне была построена на трупах его врагов. Симпатичный парень станет первым гангстером среди лучших. Его банды устраняли соперников. Они взрывали тех, кто отказывался платить за охрану или покупать его продукцию. Они просто открывали автоматический огонь по машине этого человека прямо на улице средь бела дня. К 1926 году в Америке происходит 12 тысяч убийств. В крупных городах количество убийств возрастает на 78% во время действия закона о трезвости. В Америке идёт война. И в этой войне есть одно самое важное оружие. Секретные коды. Капоне и его люди отправляют десятки тысяч посланий каждый год. Это невиданный размах шифрованных сообщений, если мы не говорим о военных конфликтах. С помощью этих сообщений продавцы алкоголя общаются со своими поставщиками. шифры постоянно меняются, чтобы полиция не расслаблялась. Чтобы победить в этой войне с гангстерами, полиция должна расшифровать эти коды. Если вы сможете взломать коды и понять, как общаются ваши оппоненты, вы получите сведения, которые дадут вам преимущество. Но пока преимущество на стороне гангстеров. Эта война ведется не только секретными кодами. Передовая линия лежит вне зоны досягаемости для полиции. В море. Незаконный алкоголь возится в США на кораблях из Канады и Мексики, через западное побережье, а из Франции, Британии и Кубы через Восточное. Корабли берут на борт большое количество алкоголя в иностранных портах, бросают якори в нейтральных водах, где береговая охрана не может их задержать. На корабле размером с бейсбольное поле может уместиться 100 тысяч ящиков алкоголя на 8 миллионов долларов в современных деньгах. Скоростные лодки, которыми управляли так называемые ромовые бегунки, перевозили спиртное на берег. Некоторые лодки были даже бронированы, это было невероятное предприятие. Главной защитой страны против незаконного воза алкоголя была береговая охрана США. Но для гангстеров это не угроза. Береговая охрана была слабо оснащена, ее сотрудникам мало платили. Контрабандисты были хорошо вооружены, быстро передвигались и по численности и вооружению превосходили береговую охрану. Им не хватало судов, им не хватало людей. Они были не способны проделать даже маленькую брешь в отлично организованном криминальном предприятии с большими деньгами. Но не только скорость и люди помогают незаконному предпринимательству уходить от закона. По радио они передавали шифрованные сообщения азбукой Морзе. По морю поступало огромное количество алкоголя и чтобы и встретить его нужно было общаться по радио. Эти сообщения должны быть отлично зашифрованы. Даже если кто-то перехватит их и запишет буквы, он не должен понять о чем в них говорится. Поэтому гангстеры щедро платят за шифры, которые никто не сможет взломать. А чтобы остановить контрабанду, как раз и нужно взломать эти коды. Такой уровень шифровки недоступен береговой охране на скудном финансовом пайке. Разведывательный отдел береговой охраны это всего один человек. И он не умеет расшифровывать коды. У береговой охраны нет шансов. Им необходимо другое оружие. Против влиятельных гангстеров сражается одна женщина, вооруженная только карандашом и бумагой. Мать двоих детей Элизабет Фридман. Для всех она была просто милой миссис Фридман, которая работала из дома, имела маленьких детей и которая выдернула чеку на войне с разгулом преступности в Америке. В 1915 году она получила образование в области английской литературы, а встреча с эксцентричным миллионером Джорджем Фабианом приводит Элизабет в мир дешифровки. Джордж Фабиан заработал хорошие деньги, его семьи тоже были деньги. Вот он и решил основать собственные мозговые центры. Фабиан основал частный исследовательский центр недалеко от Чикаго, Ривербанк, чтобы удовлетворить свои разносторонние интересы. Он набрал одаренную молодежь и проводил исследования в сфере своих интересов. В частности, его интересовали коды Шекспира. Якобы пьесы Шекспира на самом деле не его пьесы. Фабиан считает, что их написал философ и ученый времен Тюдоров сэр Фрэнсис Бэйкон. Бэйкон применял коды в своих работах, которые могли бы рассказать проницательным людям, что это он написал шекспировские пьесы. Так молодой специалист по английской литературе начинает по буквам разбирать все работы Шекспира, не имея никакого понятия о годах или их расшифровке. После окончания колледжа я не имела понятия о шифрах. Я даже не знала их научного названия криптографии и криптоанализ. Несмотря на отсутствие специального образования, Элизабет показывает природные таланты к анализу текста языка. Но она быстро поняла, что скрытые коды в текстах Шекспира это всего лишь плод воображения Фабиана. Она боялась сказать об этом шефу, потому что он мог уволить ее. Она говорит об этом другому сотруднику, молодому ученому Уильяму Фридману, который проявляет большой интерес к Элизабет. 21 мая 1917 года Элизабет и Уильям Фридман поженились. Но торжества были короткими. За месяц до этого Америка вступила в Первую мировую войну. Молодую пару привлекают к расшифровке кодированных немецких посланий. Элизабет и Уильям Фридман заняты расшифровкой сообщений для Министерства обороны ВМС. Они получают огромное количество таких сообщений. Эти сообщения немедленно пересылались в Ривербанк. За два часа их нужно было расшифровать и отправить в Вашингтон. После окончания войны в 1918 году Элизабет планирует стать домохозяйкой и матерью. Но заваривается другая война. Война против контрабандистов, бутлегеров и гангстеров. В 1925 году, через пять лет после выхода запрета на алкоголь, береговая охрана проигрывает эту войну. Они перехватывали тысячи таких сообщений, не знали, что с ними делать. Они не могли получить из них так необходимую им информацию. Уильям Фридман работает дешифровальщиком на армию США. И береговая охрана обращается к его жене Элизабет. Когда они пришли к Элизабет, она решила, что сможет сочетать и работу, и семью. как молодая мама, она попросила разрешения работать дома. В 20-е годы это было неслыханное дело. Тогда никто не работал из дома, тем более женщина, которая говорит, что будет работать только на таких условиях. Но они согласились. Им очень нужен был такой специалист, и она могла ставить свои условия. У Элизабет очень простое задание. Расшифровать кодированные радиосообщения гангстеров. Тогда береговая охрана сможет перехватывать лодки и контрабандистов, не допустить переправку спиртного на берег, выйти на криминальных боссов и предать их суду. Но есть одна проблема. По письму или телефонному звонку получателя можно отследить. Но если сообщения передаются по радио, то почти невозможно установить, кто их пишет и кто получает. Но именно это и должна узнать Элизабет, чтобы одержать верх над гангстерами. Главная трудность состоит в том, что вы не знаете, кому предназначены эти сообщения. Кто угодно может получить их по воздуху. Радио становится идеальным способом передачи секретной информации. 2-0-8-0 Так звучали сообщения по так называемым цифровым станциям. После окончания Первой мировой войны работают десятки загадочных радиостанций на коротких волнах по всему миру. Цифровые станции — это странное явление. Обычно на них звучит какая-то музыка. Затем монотонный женский голос начинает зачитывать череду каких-то цифр. Смысл таких странных сообщений — это загадка, как организации или отдельные лица, стоящие за ними. Многие считают, что это как-то связано со шпионажем. Разведслужба и правительство посылают сообщения своим агентам за рубежом, чтобы не раскрыть их местонахождение. В 1925 году, передавая всем и каждому свои шифровки, гангстеры знали, что их переговоры не позволяют никому выследить их самих или их поставщиков. Это значительно усложняет задачу, стоящую перед Элизабетом. Нужна не просто расшифровка, но и анализ текста. Оно пришло из Атлантики или из Тихого океана. Это тот же или уже другой корабль? Где находятся эти радиостанции? Установить, откуда ведется передача, очень сложно. Несмотря на почти неразрешимые сложности, Элизабет принимается за работу, используя знания, полученные во время Первой мировой войны. Она изучает горы, перехваченных сообщений. Приступив к работе, Элизабет понимает весь масштаб проблемы. И помните, у нее нет компьютера, только бумага, карандаш и ее опыт по расшифровке кодов. Перед ней просто набор букв, и ей надо выяснить, что означают эти буквы. Послания зашифрованы с применением нескольких разных кодов и шифров. они могли использовать так называемый моноалфавитный подстановочный шифр. В этом широко распространенном шифре буква A может стать буквой B, B станет C и так далее. Шифровщик меняет каждую букву на ту, что стоит перед ней в алфавите. А если A заменить на X, а B заменить на D, C заменить на R? С шифрами и с кодами можно сделать так много разных вещей. Перемешать разные наборы букв, и тогда расшифровка будет еще сложнее. Например, увидев буквы M, Y, H, G, C, Элизабет передвигает их на четыре клеточки и получает набор букв, которые соответствуют определенному числу из коммерческого телеграфного кода. Легальные компании использовали такие коды, потому что телеграфы были очень дорогими. Чем короче твое сообщение, тем оно дешевле. Но эти цифры не значат ничего. Элизабет приходится копать глубже, добавляя и убирая цифры. Пока она не нашла совпадения с другим шифром, который дал ей решение. У нее был талант увидеть совпадения в этих перемешанных цифрах и буклах. Она подошла к расшифровке гораздо быстрее, чем остальные. У нее были и нужные знания, и опыт, и талант. Все, что необходимо. Но раскрыв код в одном сообщении и в другом приходилось все начинать сначала. Вся система могла быть другой. Если в одном сообщении это буква Y, то это не значит, что и в другом будет то же самое. Несмотря на это почти непосильное задание, за первые два месяца Элизабет расшифровала послание за последние два года. Теперь она может связать боссов, лодки, их расписание и маршруты. Она нашла название крупных кораблей и малых скоростных лодок. Это позволило правительству Соединенных Штатов получить данные на эти корабли и раскрыть всю эту огромную схему. Интервью Элизабет Фридман. Мы знали, где находятся корабли по коду, которые они использовали. Мы могли нанести на карту их местонахождение в данное время. В ответ на это гангстеры усложняют задачу для властей. С каждым месяцем шифровки и коды от перевозчиков становятся все сложнее. Через несколько лет после запрета на алкоголь их коды становятся такими же сложными, как и коды во время Первой мировой войны. Эти коды составляла мощная военная машина Германии. Такой уровень кодировки был теперь доступен контрабандистам и противостояла им только одна женщина. Несмотря на все трудности, между 1928 и 1930 годами Элизабет Фридман расшифровала 10 тысяч сообщений ромовых бегунков. Она разрушает контрабандные сообщества в Мексиканском заливе, на Тихоокеанском и Восточном побережье. Она работает одна и воспитывает двоих маленьких детей. Коды становятся более сложными, но и Элизабет не стоит на месте в своем развитии. Весной 1929 года происходят события, ставшие серьезной проверкой для таланта Элизабет. К ее помощи прибегают, когда противостояние на море, переходит в международный дипломатический кризис. Он грозит подорвать глобальную репутацию Америки и может обойтись стране в миллионы долларов. Судно I'm из Луизианы из где местные знают его как Капоне Байос. Он главарь синдиката бутлегеров, который каждый год провозит в страну спиртного на 15 миллионов долларов. Айм 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 Алоун загружал спиртное в Белизе и провозил до территориальных вод США. Затем к нему подходили небольшие суда и забирали груз. Айм Алоун работала по этому принципу несколько лет. Но в марте 1929 года береговая охрана засекла судно в 12-мильной зоне у побережья Луизианы. Два катера береговой охраны два дня преследовали корабль и все же смогли подойти близко к этой шхуне. Капитан шхуны сказал, если вы попытаетесь подняться на борт и устроить обыск на корабле, я убью вас. Береговая охрана открывает огонь. Айм Алоун была потоплена. Но такая желанная победа обернулась для береговой охраны США настоящей катастрофой. Потопить судно в нейтральных водах это враждебный акт, который обязательно будет иметь последствия. Расстрел Айм Алоун рассматривается как нарушение международного закона о судоходстве, незаконный акт агрессии против Канады, члена британского Содружества наций, а следовательно и против Британии тоже. Для остального мира это представлялось как военный акт со стороны береговой охраны. Чтобы избежать неприятного международного кризиса, властям США требуется, чтобы Элизабет доказала, что судно перевозило контрабандный груз, и что владельцы груза американцы. Физическое доказательство того, что Шхуна перевозила алкоголь, лежит на дне Атлантического океана. Но одна надежда. все-таки есть. Элизабет сосредоточилась на перехваченных телеграммах, которые, как она подозревает, связаны с судном I'm Alone. Эти сообщения случайный набор букв. Но Элизабет кажется, что она уже видела эти буквенные комбинации в одном из словарей кодов. Отчасти I'm Alone использовал хорошо известный бизнес-словарь кодов. С его помощью Элизабет сумела раскодировать большую часть контента в сообщениях. Набор букв превращается в серию цифр и слов из пяти букв. Становится понятно, что речь идет о покупке и продаже, и похоже, что это алкоголь. Но некоторые слова она не может прочитать. Их нет ни в одном бизнес-словаре кодов. Она подозревает, что это личные коды для каких-то особых объектов. Она в отчаянии, ибо ей кажется, что их невозможно взломать до тех пор, пока она не узнает, что это за объекты. И тут на Элизабет снизошло озарение. Работая с агентом таможни Ново-Орлеана, она сравнивает закодированные сообщения с официальной накладной на груз из порта в Белизе, где шхуна I'm Alone и получила свой груз. Она увидела, что в радиосообщении сказано, что нужно загрузить 1700 штук этого зашифрованного слова. И в ту же дату на I'm Alone загрузили 1700 бутылок виски определенной марки. И буквально каждый раз цифра в радиосообщении соответствует грузу на этой шхуне. Доказано. Слова из пяти букв это марки алкоголя. Элизабет Фридман расшифровала код и перевела эти сообщения. Это, безусловно, доказывает, что I'm Alone перевозила алкоголь. Много алкоголя. 3000 ящиков на сумму примерно миллион долларов в современных деньгах. Но правительству нужны более весомые данные, чтобы оправдать агрессивные и, возможно, незаконные действия береговой охраны. Кто владелец шхуны? Это канадцы или американцы? Сообщения из Белизы отправлялись телеграммой. Это оказалось полезным, так как законы в США позволяют береговой охране по суду затребовать записи от телеграфной компании и узнать, кто был отправителем и получателем телеграммы. Эти сообщения были адресованы Джозефу Форену из офиса Вестерн-Юнион на Манхэттене в дорогом отеле Маккалтен. Агенты казначейства приходят в отель и узнают, что Джозеф Форен никто иной, как Капоне Байос. Дэн Хоган Для штатов было важно, что Дэн Хоган не канадец, а американец. Все говорило за то, что он и есть владелец судна «Айм-Алоун». Благодаря Элизабет Фридман обвинения канадского правительства отклонены и международный кризис погашен. Ну а Хогану пришлось провести шесть лет в тюрьме за контрабанду. Эти телеграммы были основой в деле «Айм-Алоун». Если бы мы не расшифровали эти коды, такого дела могло бы и не быть. Для Элизабет это триумф. Но ее дела с гангстерами еще не закончены. Предстоит поймать более крупную опасную рыбу, в том числе и самую крупную добычу. Это враг общества номер один. Аль Капоне. Подобных главарей преступного мира Америка еще не видела. Аль Капоне стал таким богатым и таким влиятельным. Многие политики были у него в кармане, и он о чем щеголял. Ему нравилось быть знаменитым преступником. Он изображал себя современным Робин Гудом, который отнимал у богатых и раздавал все бедным. На самом деле, он отнимал у бедных и все присваивал себе. Он носил дорогие костюмы, ездил на дорогих машинах, посещал модные рестораны, курил дорогие сигары, и никто ничего не мог поделать с этим. Капоне получает алкоголь через посредников, работающих корпорации Consolidated Exporters в Ванкувере Коннекса. У них была монополия на контрабанду спиртного на западное побережье и Мексиканский залив. Коннекса — самая крупная и влиятельная контрабандная сеть в мире. неудивительно, что их лучший покупатель — это самый крупный единоличный продавец незаконного алкоголя в Америке. Капоне получает от 50 до 100 миллионов долларов в год. У него монополия на поставку спиртного в 10 тысяч подпольных распивочных по всему Чикаго. Для него запрет на алкоголь — это лицензия на печатание денег. И в самом сердце этого бизнеса не только пули и бомбы, но и коды. С помощью Элизабет Фридман власти планируют обернуть гангстерские коды против них же. В апреле 1931 года агенты ФБР проводят обыски и массовые аресты в штаб-квартира Коннекса в Новом Орлеане. Среди арестованных несколько лейтенантов из полиции Чикаго, подручных Капоне. А еще они нашли сотни зашифрованных посланий. Элизабет должна расшифровать их, чтобы доказать вину гангстеров. Но это исключительно сложные коды. Даже для такого криптоаналитика, как Элизабет. Они применяли несколько кодов одновременно, чтобы запутать все дело. Они не использовали один код более полугода. В каждом сообщении было несколько слоев шифров и кодов. Нужно было взять сообщение и найти в кодовой книге каждое слово или фразу, а потом изменить сообщение так, чтобы в нем отразились все разные кодовые слова. Затем они могли использовать вторую книгу кодов, чтобы перевести числа обратно в буквы. Когда у вас есть кодовое слово, вы зашифруете его. Итак, буква за буквой. Пришлите 300 коробок Рома. К сообщению прибавляется два слоя кодов и один шифр, перекладывается на азбуку Морзе и передается по радио. К счастью для Фридман, в некоторых сообщениях есть слова, которых нет в книгах кодов. Они зашифрованы только с помощью заместительного шифра. Вот эта мелочь и позволила Элизабет приоткрыть дверь. Она смогла выяснить, какой шифр они используют в конце, а потом вернуться в самое начало сообщения. через два года после рейда в Коннексе Элизабет приглашают в суд для отдачи показаний против главарей преступной группы. Теперь ее жизнь в опасности. Главарям организованной преступности было очень просто сделать так, чтобы человек исчез. Если убрать Элизабет все дело рассыплется, она оказалась в большой опасности после расшифровки этих сообщений. Суд над Коннексе проходит в Новом Орлеане. Это самый громкий суд за все время действия сухого закона. Государство против самой большой могущественной сети контрабандистов в мире. Это можно назвать судом века. Он обошелся в 500 тысяч долларов. это огромная сумма во времена депрессии. Его освещают репортеры и со всего мира. И все видят, как Элизабет говорит на суде о том, что она узнала. На одной стороне 23 самых опасных человека в стране, которых защищают самые высокооплачиваемые адвокаты. В том числе и личный адвокат Аль Капоне. Это очень опасные преступники. Они могли разобраться с любым, кто противостоит им. И вот на место свидетелей поднимается Элизабет и без всяких колебаний дает показания против них. Она не считает это мужественным поступком. Она просто делает то, что должна сделать. это часть ее работы. Домохозяйка и опытный шифровальщик становятся главным свидетелем обвинения. Это была женщина невысокого роста, но это очень важный свидетель. Невероятно важный. Задача Элизабет связать криминальных главарей операцию с контрабандным судном. Главное это доказать, что они работают вместе, что это был сговор. А доказать их совместную работу можно с помощью расшифрованных радиосообщений. Нужно, чтобы Элизабет показала, как она расшифровала их и как они показывают связь между главарями. Элизабет начинает давать свои показания, а защита постоянно перебивает ее, пытаясь посеять сомнения в ее компетентности. Они выдвигают протесты против признания ее экспертам. Они считают, что взлом кодов нельзя назвать наукой, и называют Элизабет некомпетентной, несведущей и просто пустышкой. Защита настаивает на том, что весь этот взлом кодов не более чем личная интерпретация Элизабет. А вовсе не факт. Она была так возмущена, что сказала ваша честь, а в суде есть доска? Став у доски, Элизабет дает безусловно и полное опровержение этим обвинениям. Она пишет случайный набор букв, а потом заменяет эти буквы на те, что стоят в алфавите, на две буквы впереди. Например, буква Q становится буквой O, N превращается в L. пока случайный набор букв не превращается в название известной марки. Суд видит, да, здесь есть закономерность. Это наука. Элизабет точно знает, что она делает. Фридман полностью расшифровала сообщения преступников и раскрыла связь между лодками, алкоголем и главарями. Сообщения для Коннекса, которые расшифровала Элизабет, показали все части системы и их связь с наземной операцией. Эти ежедневные сообщения показывали, как день за днем работала вся эта сеть. Всего за четыре дня показания Элизабет убедили присажных. Гангстерам предъявлено обвинение, и они отправляются за решетку. Алькопон арестовали и судили отдельно. Его уличили в пяти тысячах случаев нарушения сухого закона, но обвинили лишь в 22 случаях ухода от уплаты налогов. Мы привыкли считать, что причиной падения организации Алькопоне стали героические действия федеральных агентов с оружием в руках, которые самостоятельно разрушили клан Алькопоне. Это не совсем так. Большая часть работы уничтожению банды Алькопоне велась секретно и отнюдь невооруженными людьми. Одной из них была Элизабет Фридман, вооруженная только карандашом и бумагой. Положила ли она конец организованной преступности или нет? Превратила ли она их жизнь в ад? Да. Береговой охране повезло, что у нее были такие способности и упорства. Организованной преступности показали, что нельзя испытывать терпение правительства Соединенных Штатов. она боролась с гангстерами и превратила их жизнь в ад. И вот через восемь лет после этих событий Америке как никогда необходим ее превосходный ум. в борьбе с гораздо более опасным противником нацизмом. Мир стоит на пороге войны. Все это верят и чувствуют. Ее задача теперь слушать шпионов. В период с 1941 по 1945 Элизабет Элизабет с помощью всего троих шифровальщиков взламывая 4000 зашифрованных посланий от нацистских шпионов. Такая сеть работала и в самом Нью-Йорке. Ловушка для шпионов готова, и попался в нее полковник Фитц Дюпрейн, руководитель шпионской группы, профессиональный немецкий шпион. Но шпионы не знали, что ФБР следит за ними. Эти кадры сделаны скрытой камерой в соседнем кабинете. А Элизабет слушает. Это шпионы на радиостанции на Лонг-Эйленде. Они не знают, что на ней работает агент ФБР. Она расшифровала сотни шпионских донесений. Прибавьте к этому пристальное наблюдение и других доказательств ФБР не нужно. В 1942 году нацистские шпионы получили в общей сложности 300 лет тюрьмы. Это самый масштабный судебный процесс над шпионами в истории Соединенных Штатов. Но это только верхушка айсберга. В Европе разгорается война. И нацистские шпионы Северной Южной Америки посылают кодированные донесения своим берлинским хозяевам и ставки повышаются. Самой важной информацией для них были сведения о морских поставках союзников из Южной Америки через Северную Атлантику в Британию. Обладая этой информацией, подлодки нацистов охотились за судами, которые везли в Британию оружие и продовольствия. Если эти поставки сорвутся, нацисты станут на один шаг ближе к победе. Элизабет и ее группа расшифровывают тысячи таких сообщений, работая без отдыха. Корабли союзников получали предупреждение о вражеских подлодках. Одним из таких кораблей был Квинн-Мэри. Осенью 1942 года на этом корабле были военнослужащие, которые направлялись из Нью-Йорка в Шотландию для обучения. Многие месяцы нацистские шпионы отправляли сообщения с деталями их маршрута через Атлантику. Но Элизабет расшифровала эти сообщения. Корабль изменил курс и ушел от немецких подлодок. Она действительно изменила ход событий. Сейчас я разговариваю с вами, потому что она спасла этот корабль. Одним из подразделений на судне Квинн-Мэри была 29-я стрелковая дивизия. Эта дивизия высадилась на Махабич в день Дэ и приняла участие в сражении. Мой отец был в составе этой дивизии. И в сентябре 1942 года он был на борту Квинн-Мэри, которая вышла в море. Элизабет спасла этот корабль. А значит, дала жизнь мне и моим сестрам и братьям. Но в штаб-квартире береговой службы в Вашингтоне, несмотря на десятки разоблаченных шпионов и тысячи спасенных жизней в сражениях в Атлантике, Элизабет была понижена в ранге. На смену береговой охране приходят военно-морские силы, а там считают, что ни гражданское лицо, ни женщина не могут руководить отделом. Ее сняли с должности, а ее место занял человек, который ничего не знал о работе дешифровщика. Но Элизабет это не испугала, потому что она вела самую сложную и важную битву в своей жизни. Битву за выживание самой Америки. Немецкие самолеты долетают теперь до Североколумбии. Соседний дружественный континент может стать враждебным. Тревогу вызывало то, что южноамериканские страны могли стать союзниками Германии, которая могла переправить туда свои войска и самолеты. Они могли добраться до Панамского канала и потом и до Соединенных Штатов. Нацистские шпионы каждый месяц отправляют в Берлин сотни сообщений из Южной Америки и в них снова и снова появляется одно имя. Сарго. Элизабет не знает, кто этот человек, но она понимает, что это важная персона, и она была права. Сарго — это кодовое имя Йоганнеса Беккера. Это главный агент нацистов Южной Америки. Беккер — член СС и был отобран лично Гиммлером для службы в ударных войсках. Со своей базы в Аргентине Беккер путешествует по всей Южной Америке и руководит работой почти 250 агентов. Его задача — поднять революцию. Они хотели сделать каждую страну в Южной Америке союзником нацистов. В их планах было и начало военных действий против Соединенных Штатов. Ужной Америке прямо нацистов. Элизабет точно знает, что происходит, потому что она взломала код, который использует Сарго. С каждым новым сообщением приходит осознание новой опасности, но она не может это остановить. Рядом с Элизабет было много шифровальщиков, которые понимали, что происходит. Но приняв какие-то меры, они неизбежно откроют, что могут считать эти сообщения. Если немцы поменяют коды, союзники останутся без информации. И тогда они могут проиграть войну. Элизабет остается только расшифровать сообщения и ждать. Но осенью 1943 года Сарго все-таки споткнулся. Элизабет стало известно, что Сарго организует поездку одного из своих приближенных в Германию в качестве посланника от правительства Аргентины. Этот посланник должен встретиться с Гиммлером, одним из самых влиятельных нацистов, попросить у него оружие и договориться о секретном альянсе между Аргентиной и нацистской Германией. Никто не знает, как он доберется до места и когда прибудет. Если они узнают, на каком корабле он поплывет, его можно арестовать. И снова. На помощь приходит Элизабет и ее группа. Они расшифровали сообщения с названием корабля, и агент Сарго был арестован, когда корабль заправлялся в британском Тринидаде. Теперь союзники могут заявить, что получили эти сведения в ходе допроса агента и не раскрывать, что им удалось расшифровать коды из Сарго. Теперь они могут потребовать от Аргентины уберите нацистских шпионов. Один из них заговорил, и у нас есть факты. Если вы не прекратите официальные отношения с нацистской Германией, Соединенные Штаты заставят вас заплатить за это. После такого публичного позора в январе 1944 года Аргентина разрывает все отношения с Германией и Японией. Нацисты теряют последний шанс прочно обосноваться в Южной Америке. Теперь сам Сарго и все его люди находятся в бегах. Элизабет помогла успешно уничтожить серьезную оппозицию в Южной Америке. Без таланта Элизабет Фридман, отточенного во время Первой мировой войны и в борьбе с криминалом, Америка могла бы серьезно пострадать от деятельности немецких шпионов. Битва на Атлантике могла бы быть проиграна, а нацисты могли бы напасть на Соединенные Штаты из Южной Америки. Это удивительно, что небольшая группа дешифровщиков с карандашом и листком бумаги без компьютеров, без особых технологий практически помогли выиграть в этой войне. Можно сказать, что в этом случае карандаш оказался гораздо сильнее меча. Но спустя десятилетия после войны вкладе Элизабет в победу союзников была забыта. Мы охраняли секреты, которые дали мощную поддержку нашей армии и флоту. Эдгар Гувер всегда утверждал, что все дешифровки были сделаны ФБР, а не Элизабет. Это была неправда, но Элизабет выполняла условия соглашения. Элизабет давала клятву не разглашать секреты. Она не могла сказать, эту работу сделала я. Она должна была молчать. В конце войны ее шеф получил шесть разных медалей, а у Элизабет не было ни одной. Элизабет Фридман была настоящим героем 20 века. Она служила своей стране во время трех войн, двух мировых и в войне против криминала. Она умерла в возрасте 88 лет. И спустя 20 лет после ее смерти Элизабет получила признание за свои таланты и храбрость. В 1999 году ее фотографию поместили в Зале Славы Агентства Национальной Безопасности. А в июле 2020 года береговая охрана США назвала новый корабль в честь Элизабет Фридман. Элизабет Фридман удалось пробить стеклянный потолок. Она основала такую науку, криптография в процессе своей работы. Она написала целую книгу на эту тему. Она не искала внимания, но я думаю, что она была бы рада знать, что ее достижения вдохновляют современных молодых женщин, которые считают, что все карты против них. Ведь против Элизабет тоже были все карты. Элизабет Оле Оле России Оле 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 О Оле Оле О protection а тех над с я о mak